Доброе утро, моя семья, моя интернет-семья. Все, кто только что к нам присоединился, всем доброе-доброе утро. Вот такое дождливое утро у нас сегодня. Вчера вечером шел хороший дождик, и даже все сейчас в таких ботиночках и даже лужи, и даже лужи появились. Ну, не везде, конечно, но где-то есть. В общем, я не об этом. Посмотрели на погоду, посмотрели на наш ноябрь, и теперь ощелачивать организм. Так, ну а я всем привет шлю, всем-всем-всем привет. И сейчас обязательно нужно ощелачивать себя. Почему? Да, потому что нависла туча, а когда нависает туча, то я чувствую, знаете что? Я чувствую, это был какой-то давит на голову. И я сразу предпринимаю меры. Какие меры? Значит, я беру, дорогие мои, сразу вот эту книгу своего любимого профессора, профессора Неумывакина, доктора медицинских наук. Вот беру его, потому что, скажем так, он мой путеводитель в том плане, что Господь Бог дал ему самое простое, что для нас открыть, и он открыл. Чтобы не было никакой мигрени, наперёд, сразу беру. Вообще сейчас у меня идёт 10-дневный курс ощелачивания организма. Я соду пью по 10 дней в месяц. Так, вот примерно вот так вот беру и сюда раскладу. Дальше я готовлю сразу, у меня всегда вообще есть натуральный сок лимона. Очень мне нравятся вот такие вот соки. Вот стопроцентные, это натуральные соки. Но вот этот, в этот раз я купила лайм. Это не реклама, поэтому я не буду показывать никакую фирму. Может быть, у вас продают такие вот в бутылочках. Я часто показываю. У меня то в жёлтенькой бутылке, то вот я нашла в стекле и покупаю в стекле. Вот такой вот лайм. Тоже готовлю его заранее. Да, то есть заливаю кипятком, горячей водой. Там пишет, сколько, пусть будет где-то градусов 70-80. Ну вот у меня закипел. Раз. Иногда бывает шипит одна и та же сода, а иногда не шипит. Когда как. Не знаю, от температуры или воды это зависит. Вот сейчас шипит немножко, но я ещё дощелачиваю вот лаймом. И слышите как? И всё. И теперь я точно знаю, что у меня погашено. Тут всё в порядке, всё хорошо. Вот цвет поменяла водичка на такой зеленовато-жёлтенький, потому что добавлен концентрированный сок. Сто процентный. Чтобы лимоны, знаете, они долго не лежат в холодильнике. Не знаю, как у вас, у меня не лежат долго лимоны. А вот это вот замечательная вещь. Всё. И, дорогие мои, давайте ощелачиваться. Вместе пьём сейчас это. Так. Пьём, пьём, пьём. Так. И пока я пью, я вам покажу, откуда я это беру. Вот у кого мигрень. Ну, у меня нет мигрени, но так давит слегка, понимаете, на голову. Потому что вот когда такая погода, атмосферное давление, то один день снег, потом резко плюс, потом минус, потом, в общем, непонятно что, тогда вот беру, чтобы избавиться, чтобы не было никаких головных болей заранее. Значит, это у меня уже звоночек. Значит, мне пора. Давно я не ощелачивала организм. Я начинаю пить 10 дней. Вот как писал профессор Нём Ивакин. А у кого есть мигрень, можно попробовать ежедневно пить кипяченую воду с содой. Сода питьевая пол чайной ложки, вода один стакан. Соду растворить в горячей воде, он пишет. И пить за 30 минут до еды, в первый день до обеда один стакан. Вот я вам показываю, чтобы вы видели. Во второй день 2 стакана до обеда и ужина, доведя до 7 стаканов в день. Затем в обратном порядке, ежедневно уменьшая дозу на 1 стакан, и закончить лечение. Вот и всё. Поэтому никаких проблем нет. Дальше. Обязательно при чистке зубов, я тоже 10-дневный такой курс делаю. Для чистки зубов смешиваю пол чайной ложки соды с горячей водой, с 5-6 каплями 3% перекиси водорода. Я как-то показывала. Наносим на тампон ватный диск, и затем чистим этим тампоном, но не сильно, а так слегка, 4-5 минут. И прополоскали зубы водичкой. Всё. У кого воспаление дёсен, то профессор не умывакен. Он... Так, сейчас оглоток. И пьём такой раствор. Вот помада здесь. И пьём такой раствор, значит, вот этот раствор, вот этот, что я сейчас пью, маленькими глоточками. Не... Чтобы, во-первых, не обжечься. Во-вторых, так лучше действует. В-третьих, это по системе не умывательно. Кушать пищу. Если кушать пищу, то хорошо разжёвывать. Если... Пить соду. Если пьём соду, то... Мы эту соду маленькими-маленькими глоточками употребляем. И всё замечательно. Вот. Когда я употребляю 10 дней соду, то я обязательно так же делаю, чтобы вы не забывали. Напомнить вам хочу ванны содовые. Это тоже по профессору Неумывакину. Вот, пожалуйста. Для физического очищения чрезвычайно полезна ванна соды. Я в этом уже не сомневаюсь. Много лет. И не то, что лет. Даже, может быть, где-то десятилетий. Там где-то полстакана на половину ванны. Соду добавить в тёплую ванну. Но я, знаете, как беру? Я соду заливаю всё-таки кипятком и добавляю несколько капель вот так же лимонного сока. Почему? Потому что, ну, лимонный сок не помешает. Он даёт блеск волосам. Он даёт витамин С. Поэтому немножечко я всё равно добавляю. Потом я добавляю ещё эфирные масла. Какие мне хочется. Вот и всё. Я добавляю соль. И у меня получается солевая и содовая ванна два в одно. Изумительно. Получает состояние вообще. И осенью, когда вам всё-таки давит вот такое небо, вот как сегодня, вот такое вот серое небо, мне не очень. Я благодарна Богу за сегодняшний день. Потому что у меня есть причина с вами пообщаться. И это причина сода. И вот это небо. Поэтому я благодарна Богу. И за это небо. Но вот иногда бывает так, что прям, не знаю, есть у вас такое ощущение, давит на виски. Вот именно такие тучки. Когда ливень, перед ливнем, конечно, человек – это часть творения Божьего плана. Мы – часть Божьего плана вот этого всего. И мы все друг от дружки, понятно, что зависим. Бывает, что и атмосферное давление, и всё это действует. А вот сода рекомендуется при гипертонии. Так, я ещё глоток сделаю с вашего разрешения. Благодаря усиленному выведению жидкости и соли из организма, профессор Невмывакин говорит, что она помогает снизить артериальное давление. И приём соды вместе с лекарствами в количестве полчайной ложки позволяет уменьшить их дозу. Так, значит, сода уменьшает воздействие лекарств. И это надо учитывать. Это для тех, кто принимает лекарства. А я ещё один глоток сделаю. При остром тромбофлебите и геморроидальных узлах. Что пишет профессор Невмывакин? Потому что у многих, у многих есть тромбофлебит. У кого-то геморроидальные узлы. Ну, всё это, в принципе, взаимосвязанное. Поэтому он рекомендует использовать холодные примочки с двухпроцентным раствором питьевой соды, которые нужно менять каждые 30 минут. Конечно, это не каждый будет делать. Будут, скорее всего, говорить, как вот мне пишут там, где я рассказываю про соду, насколько она уникальна. Что каждый, каждый должен иметь дома соду. Будут, да, вы знаете, сода вредна. Да, вы что? Да что вы говорите? Я думаю, что за столько десятилетий, за такое количество времени, сколько выпью соду я, и сколько мы с мужем выпили, мы бы уже давно были бы, если бы она была вредна, непонятно где. Но при правильном питании и при правильном употреблении, и при, если вы умеете учиться и прислушиваться к таким, как профессор Иван Павлович Нюмывакин, а не к таким, как шарлатаны всякие, которые делают пиар, пиарятся, то извините меня. Для меня приоритетом является доктор, врач, который закончил медицинский институт. Который почетный академик, который член Международной Академии Милосердия, который лауреат Госпремии, он заслуженный изобретатель, кроме того, именно в медицинском плане. И с 59-го года в течение, представляете, 30 лет, 30 лет занимался вопросами космической медицины, разработкой методов и средств, оказания медицинской помощи, космонавтом при полетах различной продолжительности, дорогие мои. Он разложил человека, скажем так, по полочкам, понимаете? Кроме того, это глубоко верующий человек. И я вам показывала то видео, где он, где со своей семьёй, со своей второй половинкой, супругой, посещает церковь. Это замечательная фотография. И он всегда, особенно последнее время, говорил о Боге. Доктор, вот вам и доктор. Вот вам и учёный с большой буквы. Как бы учёные в молодости не бились, как бы они не кричали, что они не верят, они там к концу жизни. Их так пригнёт, что поверят. Случается так. И поверить их дано будет. Понимаете? Не верил? Жди. Жди, что поверить тебе будет в конце дано. Это не то, что вы скажете сейчас, ну всё, теперь я верю. Так не получится. Это надо тренироваться каждый день. Тренироваться в милосердии, тренироваться в любви, тренироваться в спокойствии, тренироваться в благодеяниях. А самое главное, будьте водителем Слова Божия должно быть. Знаете, как в Псалом 118-й. Если вы откроете, там есть такая фраза. Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. То есть без Слова Божьего не рекомендую и шага делать. Ну, а я вас всех люблю. Будьте благословенны вы и ваши близкие и имейте такое вот лекарство дома у себя. Пока-пока.